Доброе утречко! У нас сегодня в Риге солнышко! Ну, это не факт, что оно будет целый день. Вчера точно так же, то солнце, то дождь. Но начало хорошее, согласитесь. Я уже покормила всех своих зверюшек, мушенцев, которые все равно тут топают, чапают и надеются, что ей еще что-то достанется. Но мы стараемся сейчас все немножко сидеть на диете по возможности. И поэтому я смотрю, не отнять ли мне один сырник. Не многовато ли будет? Наверное, нужно отложить. Это мой завтрак. Заварила чай. Такой травяной облепиха с ромашкой. Поэтому цвет у него такой желтенький. Но зато чашечка красота. Ну, наверное, сегодня поболтаем чуть-чуть попозже. Обо всем понемножку. Вот такой у меня здесь вчера чуть-чуть переставила опять пеларгонии поближе к окошку, потому что здесь окно никогда не закрывается. Вот одна какая-то такая вот прямо скрюченная и непонятно какая, но все равно пытается цвести. Может быть, здесь ей будет получше. В общем, найдем, о чем поговорить. А сейчас всем, кто завтракает, приятного аппетита, хорошего дня и не прощаюсь с вами. Скоро опять увидимся. Ну вот, покажусь, покажусь. Я тут как-то какие-то ко мне претензии тут, почему я не показываюсь. Я думаю, что с каждым годом я буду все меньше и меньше показываться, потому что что на меня смотреть. Как бы молодеть я не буду, теперь буду только стареть. И надо будет все больше и больше усилия прикладывать, чтобы эта картинка, которую вы видите, была бы, по крайней мере, не неприятная. Видите, какие я сама всегда замечаю, даже сейчас через видео, что шея становится старенькой, морщина на лице, все не так, все не так. Хотелось бы сохранить, конечно, эту молодость, красоту, потому что, когда смотришь на старые фотографии, думаешь, ну надо же. А тогда мне казалось, что я тоже не очень симпатичная. Я никогда не считала себя там особо красивой или какой-то еще. Временами иногда может быть такой миловидный, но это очень редко на самом деле. О чем же поговорим? Чай, чай, чай. Ну да, что же красивая все-таки кружечка и какая чудесная тарелочка. Это восторг. Это ЛФЗ и какая-то очень серия. форма, наверное, чашки тюльпан называется и она прекрасна. Я восторгаюсь английской посудой, потому что там много есть такого, ну, родного и близкого, с цветочками различными, там, лесными, полевыми, луговыми. это мне так нравится и восхищаюсь вот роскошью посуды не латвийской. У нас поскромнее рисунки, ну, как-то все поскромнее, так, по-прибалтийски. А вот российская, украинская посуда, она, конечно, расписана очень дорого-богата. Много золота, красивые, заполняющие всю поверхность, практически, чашки, такие различные, не всегда цветочки, иногда, вот в данном случае тут какие-то волшебные птицы. Это, это безумно красиво. Мне нравятся яркие краски, все по душе. У нас ее мало, у нас больше все-таки из Германии, с той стороны что-то приезжает. Ну, вот, как бы, могу получить немножко удовольствия от чая. Что новенького из посуды? Что новенького из посуды? Вчера заезжала в благотворительный магазинчик и, наверное, сегодня заскочу, потому что видела, что что-то привезли. Привезли, разгрузили и теперь, зависит от того, как быстро продавцы выложат это на полочке. Наверное, быстро, потому что полочки довольно пустые. Или попалась на глаза вот такая вот ручная роспись, вазочка. Ой, давайте как. Ведь не всегда удобно, когда вот так показываешь, потому что она и отсвечивает, и что-то с ней такое происходит. Значит, написано, что ручная работа, но Таиланд. Ну, то есть там дешевая рабочая сила, боюсь, и из-за этого вот даже такая вручную разрисованная в принципе стоила очень недорого, потому что ну, Таиланд, не Англия, там, не что-то такое. Будь она английская, с клеймом Англии, наверное, бы стоила баснословные деньги. А так даже была скидка пятидесяти процентная. И нашла кувшинчик, стояла, смотрела, отходила, подходила к этому кувшинчику, и в конечном итоге я решила, что вот этот нежный-нежный рисунок, тоже вручной, плохо видно, не знаю, как его, насколько далеко его надо отодвинуть, чтобы было видно. Ну, вот как-то так. прелесть какая. Две новые вещицы. Завтра барахолка. Завтра у нас воскресенье, и, как всегда, еду просто поразвлекаться, отдохнуть, поболтать. Так, мне надо помнить, что мне еще вот хорошо бы сюда смотреть. Это очень сложно, когда что-то в твоей технике меняется, и я понимаю, что всем нравится, все, кто привык уже видеть, что я глаза в глаза, вот теперь я смотрю куда-то сюда, ну, потому что я смотрю на экран на себя, чтобы видеть, не корчу ли я там какие-нибудь рожицы, все же нормально, а смотреть надо куда-то совершенно в сторону, где ты себя не видишь. Ну, вот тоже, вот нету этой стабильности, я понимаю, что я уже 8 лет из года в год снимаю, чуть ли не каждый день видео, конечно, наверное, кто смотрит долго, часто, кто-то привык и к звуку, и ко всему, но у меня раньше была другая техника, я снимала фотоаппаратом с поворотным экранчиком, и там и со звуком было все в порядке, а здесь вот мучаюсь, то один микрофон прилиплю, я, кстати, даже не уверена, что звук вы будете слышать, то другой, и смотрю куда-то не так и не туда, но может быть качество картинки стало получше, не знаю, надеюсь на это, что хотя бы качество картинки стало получше, специально покупался телефон же для того, чтобы снимать вот видео, и в результате вот так все зависло, муж купил какой-то хороший микрофон, и до сих пор он уже, по-моему, год лежит, и он никак не может его довести до ума, потому что там нужно вот такой сложный, надо скачивать специальные программы, которые только становятся на компьютер, у которого Windows 10, а у нас у всех семерка, ну, в общем, такие сложности, о которых, наверное, вам скучно слушать. О чем не скучно, всегда заметила, какие видео нравятся, видео про цветы, про барахолку, собирает больше всего людей, и про примерку одежды, не знаю, почему так, вот такой выбор, как бы, ну, наверное, это самое такое вот развлекательное и житейское, вот сегодня опять в новом платье секонд-хенда, иногда все-таки что-то покупаю, уже сама себе решила, ну, зачем, куда уже, весь шкаф полный, ну, вот так вот, будем считать, развлекаюсь, потому что пара евро никогда не жалко, и она, боюсь, что синтетика, даже не хочу смотреть на бирочку, ну, по ощущениям, такая, может быть, половина на половину, с коротким рукавчиком, расширяющаяся, чуть-чуть книзу, потом опять сужающаяся, такой типично китайский пошив, и длина за колено, чуть-чуть, там, 2 сантиметра, то есть, очень как раз удобно носить, чем угодно, как угодно, и искала под него какое-то украшение, нашла, старенькая, которую я почему-то давно не использую, ну, и всегда она нормально подойдет, вот такие у меня какие-то, а нет, была еще одна покупка, наверное, сейчас придется оторваться от микрофона, как-то, принести, покажу, еще, тоже мне понравилось, единственное, там был воротник, такой хомут, громадный, и он, вот, болтался непонятно как, в разные стороны, никак не укладывался, и пришлось его заколоть брошкой, ну, а, собственно говоря, почему бы нет, брошек у меня много, но получился уже какой-то нарядный, очень, так, сейчас принесу, покажу, не на себе, а так покажу, так, надо открепить микрофон, и вы меня перестанете слышать, или наоборот будете слышать, лучше, я не знаю, мне нужно вот так говорить, наверное, так должно быть хорошо, ну, очень уж неудобно, так, ну, надеюсь, восстановили звук, а может не восстановили, и вторая вещь, вот она, по крайней мере, чистый хлопок, очень красивый цвет, такой вот нежно-нежно, голубой, эту брошку я уже прикрепила, потому что здесь вот этот хомут, он был такой прямо вообще, хомутный, у нее еще есть кармашек веселый, и она такая, ну, типа туники, у рука в три четверти, вот у меня, конечно, очень этот голубой цвет понравился, правда, вот эти серые полоски, мне кажется, зря, они создают такое ощущение, что вроде, что-то там, недомыли, постирали, недомыли, но само по себе, такая просто, туникообразная, на погоду, вот как сейчас, немножечко прохладную, у нас все еще днем 21, периодически дожди, и поэтому не жарко, хочется как-то так поуютнее. Получила, наконец, вторую книжку Корнея Чуковского, «Нужно быть благодарным судьбе», дневники, начиная с 30-го, по-моему, и по практически датам его смерти, по 1969 год. Первую я сейчас читаю, и удивляюсь, что действительно, как бы, человек при всей его, ну, достаточно сложной жизни, и не всегда материально, как бы, обеспеченной, и при гонениях на него, и при болезни смерти, любимой дочери, и гибели сына на войне, ну, при многих вещах, которые, ну, наверное, в жизни каждого человека всегда вот эти какие-то трагедии есть, только у каждого свои, тем не менее, вот, он пишет, что нужно быть благодарным судьбе, я не знаю, что это, оптимизм, любовь к жизни, действительно, благодарность за то, что, ведь не только же плохое было, было и хорошее в его жизни, и когда ты читаешь человека, и он подробно описывает свое состояние, ты тоже, как у учителя, чему-то учишься, в конечном итоге, вот, хотя бы даже, такому отношению к жизни, вот, быть благодарным, я думаю, что мы многие, к сожалению, считаем, что, сейчас подумаю, что мы считаем, во-первых, мы забываем благодарить, я стараюсь каждый день благодарить, как бы, высшие силы за все, что они для меня делают, а многие, наверное, считают, что им еще и обязаны что-то эти высшие силы, и родители, и государство, и кто-то еще обязан, и они все время недовольны тем, что с ними, и как происходит, и такой какой-то дисбаланс получается в мире, может быть, когда, если бы люди были достаточно одинаковы в своих взглядах, ну, тогда бы мы, наверное, не развивались, если бы мы были все время постоянно стабильно одинаковы, я тут недавно одна наша блогер сказала, что я стабильная, и я подумала, это даже может звучать, как, ну, не как упрек, а как, почти как критика, значит, я не меняюсь, ничего не происходит нового в моей жизни, а с другой стороны, стабильно, это значит, я не меняюсь, я такая же доброжелательная, такая же внимательная по возможности, конечно, не к хейтерам, не к ним, к ним нет, к ним я стабильно, не агрессивная, а наказательная, потому что я не понимаю, если тебе человек не нравится, и канал тебе не устраивает, и что-то тебе не так, зачем приходить, смотреть и терять свое время, зачем, для того, чтобы каждый раз попытаться написать, что мне там не нравится, что ты не так сидишь, не так стоишь, не так выглядишь, это что такое-то, вот как это называется, и еще одна книга, случайно обнаружила, когда вот ходила за Корнеем Чуковским, кстати, потом еще нашла на ютубе, Елена Чуковская рассказывает, по-моему, там канал, который называется Устные рассказы, как-то так надо будет посмотреть, и она рассказывает, она внучка Корнея Чуковского и рассказывает о жизни с отцом, свои воспоминания и прекрасный совершенно с ней разговор, и он очень дополняет как бы книгу, и мне было интересно, вообще, мне кажется, очень хороший этот канал, Устные рассказы, там многие вот просто в такой беседе, как вам нравится, хомячок пошел пить водичку, слышно, и попалась на глаза книга, которая опять меня вернула к мысли, что мне хочется домик, мне хочется сад, и это пока абсолютно нереально, потому что у меня нету таких денег, чтобы что-то подобное купить, поэтому покупаю книги, книга называется Мой сад, путешествие к себе Николая Жолево, надеюсь, правильно произношу, так, тут тоже будет все наоборот, как бы, да, потому что, опять же, недостаток телефона, он показывает, когда экран в эту сторону, все наоборот, очень богатая иллюстрированная, перевод с французского, автора, кстати, не знаю, но он пишет, что ему выпала редкая удача странствовать по миру на протяжении 30 лет, в феврале 2019 года, вернувшись из очередного путешествия по Китаю, я понял, что страсть бродить по городам и весям сменилась у меня желанием посидеть дома, давным-давно я не смотрел на то, что творится здесь под носом, и мне захотелось выглядываться в мой сад каждый день, каждый час. Эта экспедиция длилась два года, и вот мой рассказ о чудесах, что я увидел. То есть он поделил книгу на месяцы с января по декабрь, и вот в своем собственном саду книга настолько милая, настолько чудесная и прекрасно иллюстрированная, она все время здесь показывает, рассказывает свои какие-то иллюстрирует картинки так, ну, я вообще уже ничего не слышно, я еще и книжки закрылась, картинки своего сада, о том, что там происходит, как-то так очень по-домашнему, о каких-то растениях, о каких-то насекомых, которых он там увидел поподробнее, и это вот на самом деле такое, как бы, с точки зрения, во-первых, любителя, а не какого-то профессионала, который говорит, что надо там удобрять таким-то удобрением, или в такое-то время что-то сажать, а просто наслаждение местом, где ты живешь, вот, он как-то дополняет, наверное, чем-то дополнил, вот, ощущение от прочтения дневников Корнея Чуковского, тем, что он жил в моменте и получал буквально от всего радости, я подумал, что, ну да, ну нет у меня вот этого дома, сада, но у меня даже вокруг вот садика я могу сидеть и точно так же наблюдать за каждым цветочком, как он растет, как развивается, почему вот этот вот цветочек такой был, вначале пушистенький, потом листья стали желтеть, маленькие листья у него вырастают, и он начинает выпускать свой красивый красный цветочек, мне хочется же, чтобы это был пушистый красивый костик, а он отказывается быть пушистым красивым костиком, поэтому я его переставила сюда поближе к окошку, думаю, может быть прохладный воздух вечерний, как-то его на все на это сподвигнет, и он будет у нас такой весь красивый, как многие остальные цветы, у меня сейчас цветет мурая, и она потрясающая, она вся в бутонах, правда они частенько опадают, может быть не хватает силы, надо подкормить удобрениями, но те, которые распускаются, пахнут чудесно жасмином, и когда вечером заходишь, этот запах усиливается, и первый раз я не обратила внимания, что там уже где-то в каком-то углу распустились эти бутоны, я зашла вечером на кухню, думаю, боже, ну что у меня здесь так прекрасно пахнет, и потом смотрю цветочки, это тоже так здорово, надеюсь, образуется какое-то количество ягод, я их опять посажу, и опять смогу раздать, потому что я уже не первый год раздаю, ягоды довольно хорошо проращиваются, там семечка внутри, и каждый может вырастить себе свою мураю, вот так вот день за днем, а время летит очень быстро, и слишком быстро, и лето проходит, и это так в общем-то грустно, потому что мы его так ждали, и было столько мыслей, планов и идей, ну вот тоже себя корю за такое, какое-то лентяйство, что ли, что ты же можешь, можешь вот собраться, поехать куда-то, а вот тормозить то одно, то состояние здоровья, то там погода не такая, то еще что-нибудь, и как-то сама себя ругаю, думаю, ну вот жизнь проходит, и дальше будет еще сложнее, с каждым годом, наверное, будет еще сложнее, потому что здоровье будет становиться еще хуже, к сожалению, в общем, запьем это дело чаем, чтобы не грустить, поправим платье, чтобы лямочка без галтера не выглядывала, сейчас обратила внимание, вот они блогерские мучения, если не хочешь потом вырезать все это, люблю тройной чай, и почему-то именно вот этот, не чисто ромашковый, а облепиха с ромашкой очень нравится, он такой не ярко выраженный, но хорошо действует мне на мой желудок, и на мой желудочный вырезанный, и на что-то, что там продолжает до сих пор болеть, периодически, не болит только, когда я лежу или хожу, сидеть нельзя, мир как бы мне говорит, не сиди, или лежи, или гуляй, и я собираюсь пойти погулять сегодня, может быть, доехать до одного из хопанов посмотреть, а не появилось ли там что-то новенькое на полочках, себя порадовать, конечно, можно опять меня осудить в непродуманных покупках, но мне кажется, что если что-то доставляет мне радость, и я же все равно эту радость не ношу в себе, я же ее распространяю вокруг, я улыбаюсь, я делюсь, я в хорошем настроении, и это, наверное, очень немаловажно, потому что, ну, нравится ли вам угрюмые, грустные, мрачные люди, у которых в голове какие-то мысли печальные, мы их понять можем, потому что у каждого человека в жизни есть трудные периоды, но нам не очень хочется общаться с такими людьми, потому что это все как-то передается, как бы там ни было, мы все как сообщающиеся сосуды, чем ты напомнил, если рядом человек пустой, то есть у тебя все равно это все перекачается, и хорошее, и плохое, если мне много плохого, оно на тебя перейдет, и ты будешь такой же раздраженный, заметила, что стало больше людей, даже не агрессивных, а вот каких-то чем-то недовольных, раздраженных, боишься лишний раз в транспорте там задеть, дотронуться, там нечаянно, может быть, толкнуть, потому что сразу как-то на тебя так вот смотрит прямо, и чувствуется, что хотят что-то сказать, и не очень хорошие, и стараясь извиняться, извиняться, чтобы человек, и даже в этом случае иногда кто-то очень раздраженный может что-то попытаться высказаться, что куда же вы смотрели, так что заметила, что есть общая такая тенденция, и, наверное, не знаю, с чем это связано, можно взять какую-то эзотерическую теорию, на тему смотрела какой-то на ютубе о рептилоидах, о том, что вот они такие сякие сейчас уходят с земли, потому что растет вибрация, им здесь сложно, а раз растет вибрация, то и на многих людях это скажется, у кого такое внутри состояние не очень как бы светлое и позитивное, вот они тоже будут чувствовать себя очень плохо, болезненно и агрессивно и раздраженно, и приходится отслеживать свои внутренние состояния, если мне хочется стать агрессивной или раздраженной, или злой, я думаю, так, включился рептилоид внутри, надо что-то с ним делать, надо переключиться, переключиться можно только на природу, на какую-то красивую музыку, которая вам нравится, на картины, на солнечный свет, на ощущения, действительно, красоты всего, что тебя окружает, я имею в виду именно природу, потому что она настолько прекрасна, каждый листик, каждый цветочек, он что-то в себе несет изумительное, и это главный способ как-то себя привести в порядок, или любимые книги почитать, или сходить на какую-то выставку, если вам нравятся картины, или заняться каким-то творчеством, я не творческий человек, в плане, я ничего не умею делать руками, я могу с вами вот так поболтать, поговорить, но не могу ни нарисовать что-то, ни сделать какую-то игрушку, потому что люди в этом смысле есть такие талантливые, и я вообще их считаю какими-то полубогами, потому что они делают такие красивые вещи, они рисуют такие красивые картины, я могу только восторгаться этим, вот найти для себя что-то, какую-то отдушину, и какой-то мир для себя, вот книга «Мой сад путешествие к себе», человек вернулся из кругосветного путешествия, где он там 30 лет по разным странам, видел много интересного, наверняка есть книги и про его путешествия, и он вернулся к себе, к самому себе, и нашел себя в этом, и чувствуется, что он обрел даже большее счастье, чем когда где-то гулял по миру, потому что мир, он, конечно, разнообразный, но люди везде одинаковые, и не надо каких-то особенных, наверное, уроков, чтобы это понять, что ты должен в себе находить все самое хорошее и лучшее, потому что тебе с собой жить и умирать нам самим с собой и продолжать, если существует загробная жизнь, там как-то разбираться тоже сам с собой и наверное важно найти в первую очередь гармонию с самим собой, потом гармонию с окружающими людьми, с миром, но первое всегда надо начинать с себя, если что-то не так в твоей жизни, если тебе кажется, что кто-то плохой, подумать, почему он плохой, почему ты его считаешь плохим, почему ты не хочешь понять мотивы его поведения, это тоже относится и, в общем-то, ко мне, относится и к моим хейтерам, потому что я их баню, потому что я не люблю критики, такой не очень разумный, но можно было бы попытаться понять, почему человек так что-то пишет такое злобное или обидное, значит, в его жизни что-то присутствует и кто-то его не любит, и кто-то не дает ему то, что он хочет, и, конечно, ну, я не святая, я еще над собой работаю, поэтому такие все-таки сообщения я блокирую. Хочется, чтобы был такой круг приятных людей вокруг, которые могли бы в моих комментариях при желании между собой пообщаться, и я вижу, что это происходит, там, узнают друг друга, и не хочется, чтобы люди вмешивались вот в какие-то там защиты у меня, в разборки какие-то, зачем, не надо. Ну, вот, наверное, показала, рассказала, поболтала, уже на много минут показалось, вы меня видели, и что ж, наверное, буду одеваться и поеду, посмотрю, что там интересного, может, что-то появилось. хочется купить пару каких-то кашпо, глиняных, таких больших, которые можно использовать под пересадку цветов. Несмотря на то, что тогда нету дренажного отверстия, можно просто снизу положить слой керамзита, и они у меня, вот, папоротники очень хорошо растут, там, наверное, получается немножко заболоченная такая атмосфера внизу горшка, но им это нравится, и они растут хорошо без дренажных отверстий, поэтому найти достаточно большой, красивый, какой-нибудь глиняный, именно глиняный, керамический такой вот миску, миску для салата, для чего-то еще, и вот сейчас сниму телефоны и покажу вам, переверну изображение, покажу, как в такой миске у меня замечательно растет папоротник. Вот, например, вот в такой, это от нашего рижского сервиза, такая вот, здесь ее тут видно, обычная миска без всякого дренажного отверстия, я пересадила, и ему очень нравится, такой весь распушился, такой пышненький, потому что там наверняка задерживается влага, и, конечно, это то, что папоротникам, я думаю, нравится вся эта повышенная влажность, вот, думаю, солероя как-то тоже держится, пока не знаю, что будет зимой, ей тоже нужна вот эта все время повышенная влажность, и с этим, конечно, будет проблема, ну, и немножко покажу тоже цветочков, переставила кислицу в комнату, а здесь вот такая вот радость и красота и елочка, сижу под елкой, и вот когда солнышко светит, то она освещает этот кусок стекла, тоже найденный на пароходке, на нем сидит ящерка, тоже оттуда же, какие всякие мелочи, они вот как-то делают мое настроение, чего здесь только нет, камушек из волере привезенной из реки, разные маленькие статуэтки, какие-то вазочки, какие-то замечательные совершенно розеточки красивейшие, поэтому на столе у меня всегда много всего разного, он не очень похож на нормальный стол, вот, как-то так, как-то так, на этом с вами прощаюсь, всего хорошего, до новых встреч, прекрасных вам выходных, хорошего настроения, солнышка и всего-всего-всего.